друзья всем привет меня зовут кирилл рыбасов это второе видео по теме рутюба продолжаем разбираться с этой волшебной программы точнее с этим волшебным приложением или сервисом видео хостингом в общем какие результаты удалось получить за сентябрь да я может быть работал в этом направлении не столько не столь приверженно не так часто выкладывал видео как хотелось бы как она изначально ставил себе на сентябрь но все равно тем не менее их выкладывать в общей сумме там что-то порядка 30 или 35 видео у меня уже выложена и получена результат 2000 просмотров суммарно за все время 2 даже вот тут 2 150 почти просмотров 7 часов 8 почти часов видео по времени смотрели пользователям и одно из видео сейчас я вам покажу то есть скетч который мы записывали здание вот этот как воспитывать детей в разных странах порядка там 750 просмотров собрал это такой сильно отличающий результат от всех которые есть потому что ближайшие результаты это вот 155 просмотров и то у меня есть такое серьезное подозрение о том что он был достигнут в том числе за счет того что вот это видео выстрел то есть выстрел одно видео и потянуло за собой там ближайшие видео тоже но это видео про хотвилл сыграем с пацанами на улице тоже неплохое мне самому нравится и так в среднем я так для себя решаю что если видео там набирает 60 70 80 там 100 просмотров она залетела на в данной конкретной ситуации она чем-то лучше чем других почему потому что есть видео которые набирают два просмотра 4 просмотра 6 просмотров могут набрать там 16 просмотров даже если ты картинку какую-то по ним там сгенерируешь искусственный интеллект и так далее если даже пропишешь вот создашь специальную картину какие-то тексты прописываешь дополнительно заморочишься все равно но может не залететь ну то что там уже за 60 70 это считается что для меня по крайней мере для внутренней что это более интересное видео и почему-то по какому-то признакам по какому-то решению youtube его смотрят да можно взять аналитику и посмотреть например конкретные видео и подумать ага ну наверное есть какой-то критерий да то есть давайте вот проранжируем по количеству просмотров давайте посмотрим вот например видео которое собрало 754 просмотров ну наверное это видео большая очень глубина у него 63 процента блин ну наверное сюда тогда тогда у меня вопрос ну почему тогда вот у этого видео соседнего видео у соседнего видео нет больше просмотров хотя у него по показателям и длина просмотра больше у этого видосика и длина просмотра больше и глубина просмотра тоже больше то есть вот это видео по всем критериям лучше чем верхний да вот таким внешним то есть мы заходим например сюда в само видео и думаю может там лайков нам нагрузить да нет ни одного лайка в это увидим ну давайте проверим может я ошибаюсь но скорее всего этого видео нет ни одного лайка как и у всех остальных может быть одно есть лайк какой-нибудь давайте то есть глубина просмотра получается и длина видео не зарешала заходим сюда так еще раз как мне сюда зайти вот тут вот в этом плане не очень удобно что я не могу прям саму видео когда мне надо провалиться я хочу провалиться в самом видео но мне не получается да но вот здесь давайте посмотрим есть тут лайки здесь этих лайков не вижу комментарий до написано вот человек написал мне какой-то комментарий я ему ответил но вот эти мои комментарии самого же канала то есть ладно один комментарий у нас человека с с этого есть но не могло же это дать и отгрузить не 750 просмотров наверно нет не нужно дальше смотрим так давайте это все потихонечку вам закрывать это у нас тут потом не разберемся так ну что ж такое да то есть у нас дальше мы смотрим как подрались тренеры тоже длина примерно сопоставимая средняя длина просмотра сопоставимая глубина просмотра выше чем это это тоже видео не залетает не набирает таких просмотров подготовка к турниру это вообще какой-то трэш то есть само видео трешовое виде глубина просмотра ерундовая общая длительность просмотра никто не смотрит набирает 105 лайков с какого такого перепугать вообще не пойду с логика мне непонятно может быть время выхода конечно же только решает и все то есть я попадаю во время выхода но здесь статистика вообще какая-то непонятная минус отрицательное значение вот опять же хотвилс набрал 83 просмотра глубина отличная блин смотрят его просто залипательна средняя длительность почти минуту народ смотрит дома у медитируют это круто набирает 83 просмотра чё к чему вообще непонятно причем картинку я доделал ну то есть она не очень красивый конечно получилось но все равно человек-паук с видео которое в ютюбе набирает почти 10000 просмотров сделано по максимально залипательной теме 2 процента глубина просмотра уникальных зрителей 66 вообще ничего не смотрит но я не знаю может статистика не успел уже четырехсекундное видео но все равно 78 процент давайте посмотрим вот сюда зайдем вот из последних бокс 68 36 процентов люди смотрят на 14 просмотров то есть что влияет вообще не могу понять то есть логики никакой не могу не лайки не комментарии не глубина просмотра ничего не цепляется если не понимаю что мне нужно сделать да есть еще понятие категории да то есть ты можешь то что я вот отследилась и детское видео ты засовываешь категорию дети там просмотров вероятность увеличения количества просмотров ну больше реально больше ну блин других критерий вообще никаких не могу понять в общем что у нас дальше было на прошлом видео был вопрос онлайн-трансляции онлайн-трансляции сделать можно и сделать можно специально приложение оба с но только с компьютера телефона это сделать нельзя заставка влияет не влияет но вот если посмотреть на зайти в непосредственно в ru-tube зайти в например в каталог или каталог детям и посмотреть новинки ну то есть это люди которые там недавно залили то есть вертикальные видео заходят без картинки они заходят то есть они выпадают по какому ранжированию непонятно может кто-то еще где-то залил их в своем телеграм-канале и просмотры накинулся и поэтому понравилось ru-tube я не знаю но вот абсолютно абсолютно видео непонятное трешовая без картинки вертикальная то есть все что можно было плохо сделать этот парень сделал у него еще очень маленькое количество подписчиков но тем не менее он выскакивает в новинках свои же видео я в новинках так ни разу не увидит хотя видео иногда были ну с хорошими просмотрами плюс поиск дальше давайте порог про поиск например нам нужно вот это видео мы заходим давайте по аналитике ранжирование так ранжирование по времени где ждата публикации давайте по дате публикации то есть вот жесткое падение то есть жесткое падение мы берем набираем здесь и мы свое видео не находим не находим нигде никак ну понятно ладно это конкурентный запрос допустим да согласен вольный бой бокс как правильно ждать вот это видео точно ну то есть как правильно ждать ждать ждут из такого уникального запроса никто не напишет особенно с хэштегами набираем есть отлично то есть она все таки индексируется если убираем вот этот вот вот я понял свою что то есть он целое видео только воспринимает в данном случае ему хэштеги что ли не понравилось то есть я все убираю хэштеги хэштегами видео не найдет без хэштегов россияю ничего ждать то есть у людей вообще не подходящие по этому запросу выдача он не дает а если я вот так вот сделал то он выскакивает ну окей давайте тогда с хэштегами как в ютюбе не будем делать тогда вот этот вопрос он выпадет пометим себе хэштеги в названии не делать окей ну тогда давайте проверим какие еще самые ближайшие у нас видосы есть вольный бой бокс давайте посмотрим вольный бой бокс а кстати здесь вот смотрите вольный бой бокс надо можно сказать что ай-яй-яй ну наверно мой не конкурентный запрос но я же могу поставить за не за все время за неделю допустим и ну вот выскакивает начал выскакать ладно два дня забираю свои слова обратно все думал что индексация гораздо медленнее происходит просто видимо настолько видео не интересно что youtube его не засовывает выдачу возможно окей дальше вертикальные видео можно смотреть с телефона хоть это и неудобно да это так и есть и об этом говорил что видео можно нажать там открыть это видео нажать специальный квадратик квадратик откроется потом закрыть ну короче просмотр неудобный но возможно то есть если ты просто открываешь видео она половина экрана делится экран пополам и в оставшейся половине там просматривается вертикальное видео то есть это мега неудобно естественно по умолчанию должно снижать количество просмотров но если нажимаешь нажимаешь квадратик видео расширяется по идее видео должно расшириться и смотрится обычно как stories или как рилсы то есть без проблем но это неудобно потому что опять надо что посмотреть следующее видео надо закрыть потом дальше найти новое видео открыть и плюс всему это с первого раза не сработают три-четыре-пять раз ты можешь на телефон нажать она может не сработать что очень неудобно человеку посмотреть видео в нормальном расширении надо сделать слишком много итераций это я думаю сильно убивает конверсию так вижу часто маркировку при 12 лет я не понимаю почему по какому критерию вот она плюс 12 здесь плюс 16 плюс 18 х то при заливке видео у тебя есть возможность только выбрать плюс 18 и все то есть либо это категории которые ты выкладываешь ну по умолчанию делается либо что-то еще но вот в этом видео вот в этом видео смотрите вверху но он уже пропала но что деятельность facebook запрещена в россии корпорации мета и так далее то есть блин да это видео вообще никак не выкладывалась никогда не в instagram ничего я не знаю откуда они взяли эту фишку то есть у меня была первая идея что я старое видео выложил и и видимо там это видео было как то ютюбом то есть не ютюбом а инстаграмом помечено хотя никаких вводных знаков не было где-то там маленький пиксель был невидимый человеку но видимо робота помечено и youtube это увидел и сказал а это видео с инстаграма вот пожалуйста там деятельность запрещена окей но это видео вот конкретно это видео она вообще никакого отношения не имеет к инстаграму никогда нам не выкладывалась понимаете может быть после его и выложил я но по факту не выкладывались есть подозрение что вот эта картинка которая нарисована была нарисована с помощью искусственного интеллекта искусственный интеллект был сделан на программе капкат и для рутюба что капкат обработал видео что еще какой-то обработанное видео но считается у него сделанная фейсбука возможно то есть вот эта программа которая обработает видео от youtube от меты чем-то похоже на ту же программу на капкат и она как это связывает и в общем вот эту метку даю что эта метка дает какой-то бан стоп вроде нет вроде нет то есть вроде я все равно видел эти видео и в поиске выскакивают и так далее так далее но надо будет за этим понаблюдать так сначала я думал знаете вот но перед этим видео у меня была такая мысль что рутюб умеет проверять если видео в яндексе уже залиты например заливаете в ютюбе youtube индексируется яндексом и попадает ваше видео в ваше видео попадает выдачу яндекса это может определить рутюб что есть такое видео или он сам индексирует допустим он он сам индексирует если это уникальное видео или нет и после того выкладывает ребята ну неужели youtube может рутюб может так быстро это все сделать потому что те которые видео залетели они залетели почти сразу то есть за первый же день либо надо там хорошо рутюбу все перепроверять но я могу сказать четко что видео которое мне залетела это видео которое не выкладывалось в youtube точнее она выложилась я увидел что она не сработала тут же удалил то есть она проиндексироваться не смогло и она уникальная и у меня возникло такое подозрение что уникальное видео гораздо больше в рутюбе продвигается чем не уникальный позакидывал уникальные видео это точно не один из критериев поэтому тоже будем за этим все смотреть так в общем что проанализировать успех видео ну опять же скетчи да они сами по себе всегда показывают что они дают результат то есть если просто обычное видео обычный прикол как видео снят один кадром что в ютюбе что торнеру тебе получается хуже чем если ты записываешь скетч но выложены другие пара скетча такого результата как 750 просмотров не дали хотя в ютюбе они имели ошеломляющий успех там по 15 по 20 просмотров и так далее так далее так давно по самому рутюбу что я увидел вот за последние два дня что потихонечку на первое место или впервые на первое место выскочил не политический контент то есть обычно всегда был именно политический топ-5 я не знаю кстати топ-5 это только для меня или это вообще топ-5 по рутюбу но если это не только для меня то я впервые увидел какие-то там танчики потом второе место тоже не политический контент и вот те ролики которые обычно занимали там первые места они сейчас там на шестых на седьмых местах не знаю может что-то подумали но в итоге я когда всегда открывал эти эти политические блогеры не всегда были на первом месте так ну что значит планов у нас на октябрь что хочется хочется больше выкладывать роликов горизонтальных пока до подстраиваться под площадку потом больше заставки делать заставки неудобно делать с телефона то есть если ты сразу заставку заранее не подготовил не обработал то и при залите ее не добавил то потом задним числом ты добавить не можешь такая же проблема и у ютюба и чтобы это все это редактировать надо заходить на компьютер пока ты зайдешь на компьютер пока это все делаешь видео уже может сутки пролежать ничего не набрать и дальнейшее выкладывание картинки никакой никакого плюса не даст до попробовать заливать именно уникальные уникальные контент уникальный контент и если делать скетчи и там здание и так далее пытаться это сделать сначала заливать на рутюб одно из преимуществ что те видео которые на ютюбе не залетают подпадают под эти жесткие ограничения защиты детей не на рутюбе заходят то есть их можно этот контент точно сюда переход перейдет то есть можно сказать так что если у нас youtube банит какой-то контент он уже автоматически попадает на рутюб то есть уже хорошо иметь рутюб для того чтобы видео не просто исчезали и расстраивались в пространстве но и попадали сюда и я думаю что нужно сделать чек листы по поводу того как делать видео и по поводу того как заливать это видео почему потому что постоянно в голове удержать все критерии и все фишки которые могут застопорить очень очень тяжело например по тому же самому ютюбу youtube shorts детский контент слишком много ограничений там попасть но невероятно тяжело невероятно тяжело попасть и проскочить через эти фильтры для того чтобы там какой-то данный ролик данный ролик выложил и там на заднем фоне должно быть никаких бассейнов и ничего не должно там угрожающие никакие он не должен упражнения там угрожающие делать и так далее так далее тому подобное фактически танцевать он не может танцевать он под популярные ролики не может рилсона ремиксы они делать не может и так далее так далее там миллион разных вариантов почему детский контент не зайдет в рутюбе же кстати ремиксов делать пока по крайней мере не видел чтобы можно было делать ремиксы но 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 ремиксы в рутюбе делать не нельзя да собственно попробовать еще с музыкой не пойму опять же эти параде чек-листы не помню музыка жестко запрещается любая музыка на рутюбе или можно какая-нибудь незащищена авторском праве ну короче это тоже нужно все смотреть тестировать в общем на октябрь планы есть подписывайтесь на канал на рутюбе на мой посмотрите что как потому что здесь будет тестирование подписывайтесь на мои социальные сети телеграме подписывайтесь на канал данилы рыбасова в ютюбе потому что там тоже мы основные шорсы туда выкладываем но опять же еще что начал думать на то чтобы все таки разбавлять и туда и туда закидывать для того чтобы не было такого что например бан наложили или определенный ярлычок наложили на канал дания я там мучаюсь тыкаюсь пыкаешься у него он считается супер детским каналом и что ты видел туда не любое видео который туда не заливал и там 9 из 10 видео которые туда будут заливать она просто не будет заходить потому что он по умолчанию канал уже имеет рейтинг детского и как бы все видео которые под сомнением youtube просто бахает как детский канал то есть я уже и на свой канал буду заливать и так далее в общем всем хорошего настроения мир труд маях увидимся в наверное ноябре если не будет какие-то сверх крутых результатов на рутюбе и поговорим что произошло за октябрь меня зовут кирилл рыбасов пока пока